Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы, ребята, продолжаем Uncharted 4. Нас вернуло в детство, когда мы с братом Сэмом еще были детьми почти, ну подростками. Братья Дрейки. Мы пытаемся проникнуть в какой-то дом. Сэм привез меня сюда. Ну и, наверное, надо что-то здесь украсть. Давай, Сэм, пошли вперед, пошли, пошли. Раз ты меня уж сюда привез. Ну, че, в парадный ход войдем? Парадная дверь явно заперта. Не, ну попробовать-то надо, вдруг открыто. Ну, то я говорил. Попытка не пытка. Вот именно. Тогда давай подсказывай, куда пройти, ты же по-любому смышленей. Сэм постарше маленько. Я думал, солнце лупит, а это фонарь. А, нет, луна вообще и фонарь. Сейчас, 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 подожди. Ну что, пошли. А вернули нас в детство, ребята, потому что в предыдущей серии я шлепнулся со скалы. Ударился сильно башкой. Получилось, что в Сэма стреляли и он словил пулю и назад пошатнулся и я упал вниз, короче, от того, что Сэм меня толкнул случайно. Я не знаю, что с Сэмом случилось дальше, но вот я валяюсь, получается, под скалой и это мне все вспоминается. О, я что-то нашел. Сэм, ну-ка, иди сюда. Тут ничего. Ничего полезного, ладно. Ну, давай еще поищем. Отойди в сторонку, а. Такая же коробка, ну-ка, посмотрим. Тоже барахло какое-то. Не, не, на чердаке их точно нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Мисс Эвелин, меня зовут Кини Чиро Намба. На прошлой неделе я был на вашей лекции в клубе путешественников, где вы говорили о своей последней находке в комплекте брони времен Тукугавы, который вы обнаружили на побережье Окинавы. Ваше выступление было совершенно изумительным, но вот тот вопрос, тон вопросов из зала меня смутил. Я уверен, что признание и уважение за проделанную человеком работу не должны зависеть от расы и пола. Полагаю, нам обоим пришлось столкнуться с трудностями подобного рода. Сегодня я пишу вам потому, что, как мне кажется, в мои руки попала французская рыцарская броня, хотя я не уверен насчет страны и времени ее происхождения. Если у вас есть свободная минутка, я бы очень признателен за любую помощь. Так, был бы очень признателен. Примите мои извинения, если это покажется вам слишком прямолинейным, но я буду в городе всего только месяц. В сентябре я отправляюсь в Исландию исследовать место погребения викингов, и было бы очень жаль, если бы мне не смогли встретиться до моего отъезда. Если вы согласны встретиться со мной, я становился в Леноксе. Я очень надеюсь, что вы не откажетесь с наилучшими пожеланиями Кеничиро Намба. Вот такое письмецо нашли. Кеничиро Намба. Так, ладно. Давай только аккуратно, вдруг кто-то в доме есть. А, мы ищем какие-то мамины тетради. Мамины вещи, точнее. Ага, белый переплет. Я вроде нашел. Серьезно? Нет. Это не важно. Реликвии Тагукавы и Асу. Давай искать дальше. Кеничиро Намба. Киотский университет. Так, ладно. Не то. В общем, какой-то парень или мужик выкупил мамины вещи, и получается мы их сейчас ищем. У него в доме. Так-то это не санкционированное проникновение, но Сэм утверждает, типа, это же наши вещи, как так-то. Но они уже проданы. Дорогой Эдди, привет тебе из Перу. Надеюсь, мое письмо дойдет до тебя. Здесь нет почтовых отделений. Лишь аэродром в виде узкой полоски травы на неспешной лодке, что идут вверх по реке Ману. Вот и все пути, которыми можно передать весточку. Которыми можно передать весточку. Хотел бы я, чтобы ты был с нами вчера и видел обезьян-ревунов. Они ярко-оранжевые, с очень выразительными лицами и неуемным любопытством. Но я бы не назвал звуки, которые они издают ревом. Это не то ураган, не то львиный рык. Если бы это не было противозаконно и очень опасно, я бы привез такую тебе. Твоя мама занята приготовлением к завтрашнему походу в джунгли, где мы надеемся завершить научную программу экспедиции. Она просит передать, что очень любит тебя. Обещаю, когда ты станешь постарше, мы обязательно возьмем тебя в одно из таких путешествий. Ты сам сможешь познакомиться с этим большим и прекрасным миром. Веди себя хорошо. Береги бабушку и прилежно учись. Увидимся через месяц. С любовью, папа. Так, ладно. Эти коробки тебе ни о чем не напоминают? Ну-ка, что за коробки? О наших вечных переездах. Точно. Папа еще говорил. Зачем их распаковывать? Все равно через месяц опять съезжать. Ага. Вот ведь скотина. Слышь, Сэм. Может, ты разбрендил? Но это похоже на вазу династии Мин. Нейт, кто в здравом уме оставит вазу династии Мин так просто на видном месте? Ну да. Сто пудово подделка. Не, а вдруг настоящая? Это че? Забирай вазу. Ну-ка, еще пойдем дальше. Никак. Ну-ка, давай вместе. Готов? Толкай! Толкай! Ничего себе мы набрели. Ну-ка, давай-ка. Это саркофаги какие-то. Может, открыть получится. Посмотри. Да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Сэм? Настоящее? Что это за место? Ну, надо узнать. Настоящий саркофаг. Да уж. Давай откроем что-нибудь. А этот древнеримский. Третий. Может, четвертый век. Эй, узнаешь? Я где-то такое уже видел. Лежачие фигуры. Работает руссков. Да, точно. Да, муж и жена похоронены вместе. Жутковато. Но в то же время круто. Ага. Да, тут прямо как в музее. Может, у них и динозавры есть? Не удивлюсь. Так, куда? Вверх или вниз пойдем? Ну-ка, Сэм. Или ты решил открыть его? Сюда людей запирали. Смотри, там шипы. Навсегда. Хорош ходить. Ты че туда-сюда? Когда я умру, похорони меня в такой штуке. Ладно. Значит, можно распотрошить тебя и сделать лумию? Хотя, знаешь, я передумал. Сэм, давай наверх, что ли, сходим. Че мы туда-сюда тупим-то? О, сокровища. Игрушечный самолетик. Пошли вниз. Странно, что в этом доме вообще кто-то есть, нет? Смотри, сколько рубашек. Вот еще коробка, открывай. Вот еще один. Ну-ка. Опять нет. А здесь мы видим древнюю месопотамскую стиралку-сушилку. Я всегда был остриком. Всегда. Давай тогда дальше искать. Так. Черные платья. Значит, тут прислуга еще в доме может быть. Откроем. Смотри, ну-ка, кто я? Доктор Ливингстон, ну что ж ты? Клево. Записки опять какие-то. Я б что хочешь отдал за такое приглашение. Приходите к нам в клуб искателей приключений на ежегодный праздничный вечер. 21 декабря. Сэм, куда идем-то? Мы что-то, мне кажется, уже весь дом обошли. Куда поедем? А? Ну, куда бы ты хотел поехать больше всего? Кто, я? Ну, да. Так, ну. А ну-ка. Индия. Индия. А, сетим таджмаха. Да, там ничего интересного, ребят, нет на Красной площади. Посмотреть бы Виндзорский замок. Да, Сэм? Хе-хе. Я же не виноват, что тебя тогда еще и на свете не было. Тем более, я почти ничего не помню. Ну, замок как замок. Ага. Так, хорош крутить. Хорош крутить. Давай пошли искать то, что мы ищем. О, масочка какая, смотри, страшная. Сэм, ну-ка давай подсказывай. Блин, мы че здесь время столько тратим с тобой? Эй, смотри. Цезарь. Все, я так и пойду. Я себе взял. Все, не будем оставлять здесь. Так, пойду. Это и мой плодородие. Эй, ты не слишком ли юн, чтобы на такое смотреть? А ты не слишком ли стар для таких шуток? Возраст непомеха. Да, большой дом оказался тут. Ух ты. Стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Тут еда наверняка получше. Хм, да любая будет получше. Класс. Тут наверняка крутые вечеринки закатывали. Судя по вещичкам, денег у них было предостаточно. Ага. Но последняя вечеринка явно была очень давно. В общем, в этом доме давно никого уже нету, я так понимаю. Кремниевые ружья? Интересно, они еще стреляют? Давай попробуем. Снимай одно. Ну-ка, еще коробка, Сэм. Так. Лоуренс Аравийский. Всегда хотел посмотреть фильм. Но все как-то не складывалось. Ладно. Не то. Давай дальше искать. Ну-ка, пошли вот сюда. Ого, домина. Рыцарский доспех. Французский вроде. Эй, может не стоит фонариком прямо в окна-то светить? Давай не будем, ну в окна, ладно. Ладно, согласен с тобой. А то еще нас кто-нибудь впалит. Так, вот что-то лежит, записка что ли какая? Ну-ка. Французский дракон. Хм, откуда ты из Юго-Восточной Азии? Нафига шумишь? Одна в походе. Так, пошли еще дальше осмотрим. Ты посмотри. Компас. Гномы. Только представь, ты один посреди моря. И эти инструменты, все, что отделяет тебя от гибели. Да, с ума сойти. Вот еще коробка. А, нет, Сэм, это не коробка, это письмо. Я думал, коробка там. Эвелин. Мне в руки попался последний номер приключений. Какой приятный сюрприз снова увидеть тебя на обложке. Я рад, что ты счастлива, рад, что ты по-прежнему занимаешься именно тем, что так любишь, несмотря на то, что пути наши разошлись. И я все так же горжусь твоими недостижениями. Отправляю тебе фото с выпускного Эдмунда. Лучший в классе. Хоть что-то у нас получилось хорошо. Он, конечно, убьет меня, если узнает, что я тебе это говорю. Но я хочу, чтобы ты знала. Эдмунд ужасно расстроился из-за того, что ты не взяла его с собой в Индию. Прошлым летом. Он вырос, теперь это способный, уверенный в себе молодой человек. А его внезапные озарения напоминают мне тебя. Знаешь, особенно это выражение лица, когда его осеняет какая-то догадка. И он тебя обожает. И восхищается так, что словами не описать. За эти годы я не раз сталкивался с трудностями. И никогда тебя ни о чем не просил. Но сейчас, сейчас я прошу тебя, возьми Эдмунда с собой в свое следующее путешествие. Я знаю, для тебя это будет непросто. Ты не сможешь двигаться в привычном тебе темпе. Но одно я тебе обещаю. Точно. Это радость, равная которой в мире просто нет. С нетерпением жду новостей о твоих следующих важных находках. Мы с тобой, мы тобой гордимся. С теплым пожеланием, Кен. Так, Сэм, ну-ка, давай-ка, шустрее шарь здесь, пока нас никто не заметил. В окна не свети. В окна не свети, аккуратно все осматриваем. Эй, тут у них твоя любимая книга. Правда? Какая? Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учененных знаменитыми пиратами. Сэм очень любит пиратов. Скорее уж, всеобщая выдуманная история. Даже автор ненастоящий. Изучает все про пиратов. Настоящие или нет? Ну, похоже на первое издание. Ты серьезно? Вот так дом. Ну и ну. Хочешь ее забрать? Не. Она рассыпется в прах у меня в рюкзаке. Можно ее продать? Тогда тебе не придется работать. Давай на сегодня ограничимся тем, что и так наша собственность. Ладно, понял. Ограничимся. По-моему, надо сходить наверх. Ну-ка, Сэм, давай за мной. Давай другие двери проверим. Мои дверники где-то там. Надо найти другой вход. Ну да, надо как-то попасть туда. И здесь закрыто. Так, твои предложения, Сэм. Ага. Мы можем по шахте пробраться. Не мы, а ты. Что? Я туда не влезу. Ты справишься? А ты что? Типа сомневаешься? Ладно. Ну тогда дерзай. А как туда залезть? Погоди, вот тут лестница же еще есть. Нет, туда не зайти. Ну-ка, давай шкаф отодвинем. Полароид. Полароид. Хе-хе. Походу работает. Встань-ка ближе. Улыбочку. Теперь у нас есть фото. Не теряй. Ну-ка, давай-ка проявись нормально. Нормально. Почему не проявляется? Еще потряси. Еще, 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 еще. Вот раньше классно. Полароиды были. Мгновенное фото. О. Ну хорош уже трясти. Давай, давай еще, еще потряси. Еще потряси. Все, готова фотка или нет? Ну четкое же уже стало, да? И все, наверное. Так, я предлагаю лезть наверх. Ладно, полезно. Надо добраться до той вентиляции. До входа в вентиляцию. Так, а куда? Почему? Почему хотят, чтобы я упал? Давай еще раз пробуем. А, надо подтянуться повыше. Все, понял. Осторожно. Вот, я уже в детстве лазил, как обезьяна. Ну, давай. Вот. А куда ползти-то? Налево, направо? А, тут ничего нету, оказывается. Давай сходим сначала сюда. Здесь тоже ничего. Открываем, открываем. Давай еще сильнее, сильнее. Давай, бей. Ну. Так. Так. Я залез. Давай дверь откроем ему. Сейчас. Отсюда тоже не открыть. Посмотри, может там есть ключ? Давай тогда сами будем читать. Какая-то фотография. Семья. Ключ. Нашел. Вот, давай, открывай быстрее. Сэму откроем. Сейчас, сейчас, Сэм. Подожди, пять сек. Ну, что там? Заходи, смотри. Никаких дневников. Ладно. Осталась последняя запертая дверь. Пошли. Подожди, вот здесь что-то еще было на столе. Так, таблетки нам не нужны. Какое-то найти такой артефакт? Наверное, очень круто. А как тут дверь-то будем открывать? А, ключ от всех дверей, е-мое. Давай, заходи. Кабинет какой-то. Чей это кабинет? Не-а. Царь Петр Великий, янтарная комната. Николай Юрков. Государственный университет Санкт-Петербурга. Вот коробка стоит еще, Сэм. Нет. Нет, опять нет. Сокровище викингов Винланда. Стефан Трембле. Университет Торонто. Где тогда эти дневники, которые мама писала там? Куда он их дел? Вот еще. Я нашел. Нашел что-нибудь? Вот они. Вот они. Райские богатства? Эвелин купил у коллекционера первое издание «История пиратства» и целую пачку документов 18 века. Среди них обнаружилось одно очень интересное письмо от некоего Джозефа Бернса, который не только признается, что был в команде Генри Эвери, но и упоминает огромную пиратскую добычу. Так и пишет «Несметные богатства». Раз он отправил это письмо уже из тюрьмы, значит сокровища при нем тогда не было. Так где же оно? Нужно проследить всю эту историю до самого начала нападения Генри Эвери на Ганг и Савай. Подпись на рисунке Джозеф Бернс. Надпись на карте «Последнее известное местоположение». Надпись над письмом. Что это за пометки? Так. Ого! Генри Эвери! Захват Ганг и Савайя! О! Что это у тебя? Этого я не видел. Да, я тоже. Но это определенно мамин почерк. Поднимите руки. Ого! Медленно. Эй-эй-эй. Тихо-тихо. Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно, ладно. Что за старушка тут пришла к нам? Прости, Найт. А давай отдадим ей, иначе пристрелит. Что теперь? Теперь мы ждем... полицию. Слушайте, ну зачем вам этот геморрой? Стоп. Ну, то есть, ну вам надо портить жизнь двум пацанам. Мне бы не хотелось в тебя стрелять. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки. Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И все, он ни в чем не виноват. Что? Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи? Мамины, да. Ну да. Вот это... Мамин дневник. Вы дети Кассандре Морган. Здрасте. Господи. Чуть вас не убило. И еще не поздно. Может, пушку уберете? Хе-хе. А что за старушка-то? Кто такая? Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Ваша мама была таким историком, как их еще поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но ее болезнь... Простите. Да. Ничего. Это было давно. Из всех ее открытий... Это могло стать величайшим. Ну, мы продолжим это дело. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Наши обычные застольные темы. Латыни-история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе ее теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Это если судить по архивам. Но мы с вашей мамой думали иначе. От мечты узнать тайны этого пирата мне тоже придется отказаться. Как и от многого другого. Извините. Старушечье болтовня. Вот. Это не только мое, но и ваше. Кто знает, может, однажды вы закончите то, что она начала. А вот и полиция приехала. Вот черт. Значит, вы сдавать нас не будете? С копами я разберусь. А вы сами вошли. Значит, сможете сами выйти. Да. Нам надо валить отсюда. Вам плохо? Господи. Да как так-то? И этого еще не хватало. И полиция подоспела. Все, валим. Валим, валим, валим. Надо ноги уносить. Нельзя ее так бросать. Ей уже ничем не поможешь. Давай, надо бежать. Если копы увидят нас тут с ней. Нейт! Надо бежать. Быстро. О, черт. Окно, окно, быстро. Давай, 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 валим побыстрее. Так, ты пойдешь наверх. Ты со мной. Куда, 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 куда. Раскудахтался. Сэм, подожди меня. Надо как-то тихо. Черт. Тихо. Да, ползи уже, а. Сэм. Я держу. Прыгай. Давай, давай, быстрее наверх. Вон, Сэм, там. По трубе. Давай. Иду. По трубе вниз. Вон, полиция. Нифига себе, сколько машин. Уже три штуки. Че делать будем? Давай, давай, по-тихому. Нас, нас впалили, давай быстрее. Сэм. Тихо, 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 давай. Куда, куда. Неужели нас поймают тут? Мы их обманули. Попал. Сэм, ты куда? Уже вызвал. Последнее предупреждение. На землю. Руки за голову. Они сейчас стрелять начнут уже. Да вот чёрт. Сэм, 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 Сэм. Я бегу за тобой. Че делать-то будем? Куда? Иди нафиг. У тебя большие проблемы. Сэм, он поймал меня. Нет, надо куда-то по-другому. По-другому бежим. Давай, Сэм, я за тобой. Нам надо обязательно свалить отсюда. Не может быть такого, чтобы они прямо нас поймали. Они уходят! Давай, 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 давай. Добой-ка, быстрей! Сейчас. Всё, я за тобой. Они уходят! Образа главным воротам! Давай, речи. Залезай, погнали! Ну что, держишься? Давай, давай, побыстрей, пойдём, дёргай уже. Ну, вроде, всё. Давай, передохнём немного. Да? Красивый вид. Ну, иночка. О, да. А она... Так, слушай меня. Мы ни в чём не виноваты. Эта старуха была... Короче, больна. А ты можешь жалеть её, но не вздумай себя винить. А что теперь будет? Я не могу вернуться в приют. А ты на работу. И не надо. Ну-ну. Нет, я серьёзно. Мы с тобой свалим отсюда как можно дальше. Ага. Копы нас быстро поймают. Ну, им-то нужны Натан и Сэмюэл Морган. Ну да, мы. А если нет? Нейт, там, в доме, ты знал обо всех этих вещах не меньше, чем их хозяйка. Так. Я всегда знал, что нас с тобой ждёт что-то великое. Но прежде не знал, что именно. Но это мамино незаконченное дело. Это наш шанс начать жизнь заново. Под новыми именами. Я тебя не понимаю. У меня есть контакты. Организуют нам новые документы. А что касается фамилии, мама думала, у Дрейка были наследники. А почему бы и нет? Ты ведь сейчас не шутишь? Вот почему у нас фамилия Дрейк. И я обещаю, ты и я вместе далеко пойдём. Что скажешь, Натан Дрейк? После этого всё изменилось. Мы с ним стали искателями, первооткрывателями. Ну, короче, ворами. Ай! Ты давай, не дёргайся. Это было время, когда мы то и дело попадали в тюрьму, если не по очереди, то вместе. И когда я его потерял. Ну, или думал, что потерял. Ты не хотел лишний раз его вспоминать. Ну, вроде того. Ладно, Лена хоть подоспела сюда. Спасла меня. Ну, ты всё. Теперь ты всё знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прямо уж всё. Но это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко. Я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала? А, конечно. Салли? Приём, Салли. Привет, крошка. Как он там? Ну, побитый, конечно, но ничего, живой, даже дееспособный. Теперь остаётся спасти второго Дрейка. В смысле? Нейт расскажет. Привет. Ты всё-таки с нами? Ну, ещё бы. Что там с Сэмом? Он у Рейфа. Чёрт. Ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придётся очень быстро. Понял. Эй-эй, а сокровище? Забудь. Чёрт с ним. Но Алькасар... Нет, Алькасар нам не угрожает. Сэм набрал. Стоп. То есть, его долг... Побег? Да, Сэм всё придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом. Ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожнее. Как всегда. Меняемся. Меняемся. Меняемся рацию на пистолет. Спасибо. Я в смысле... Спасибо, что спасла меня. Лена часто меня спасает. Опять, да, действительно, каждый раз она спасает. Ты права. Пошли. Транспорт есть. Значит, мы направляемся на север острова. Да, Новый Дэвон. Там жили основатели Либерталии. И туда Раиф забрал твоего брата. Сокровище где-то там. Надо только спасти Сэма, пока они их не нашли. Увидимся в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok